Всем большой привет! Сегодня хочу ответить на ваши вопросы. Как у нас дела? Все хорошо. На карантине. 11 мая заканчивается карантин. И по сути мы должны везти детей в школу. Но с этим еще достаточно большие сложности. Потому что каждый родитель задается вопросом. А что будет с ребенком? Не опасно ли? И самое главное, так как говорят, что дети не заражаются. Возможно они зараженные, но у них нет таких явных признаков. Признаков вируса, что будет дальше, принесут ли они его домой. А дома иногда бывают люди в зоне риска, так сказать. То есть и давление, и сердце, и онкология. В общем, я думаю, что вы сами понимаете, как все будет проходить в школе. Будет ли до такой степени все организовано, чтобы детки могли питаться, могли, были условия жесткой гигиены. Потому что жесткая гигиена, как я вам уже сказала, как будут проходить уроки, как будут проходить рекреации. То есть вопросов масса. Конечно же, у каждого родителя, который на самом деле... Ну, я не хочу сказать, что кто-то не любит своих детей. У кого-то просто-напросто нет возможности остаться дома с ребенком. Что у кого-то просто-напросто нет возможности, нет средств. Многие французы поведут детей, как говорят в СМИ, потому что у них средств нет кормить ребенка три раза в день, плюс четвертый полдник. Да, для кого-то, наверное, это будет шоком, но на самом деле это так. Есть такие французы. Есть французы, которые с радостью поведут детей в школу. Есть те, которые большой процент задаются вопросом, не опасно ли это. Есть также процент, которые не могут работать на удаленке, так сказать, и они обязаны деть куда-то ребенка или нанимать няню, или же, если есть бабушки, дедушки, кто-то, кто может, как бы, мог бы, но эти люди в зоне риска, и им нельзя, по сути так назовем, нельзя заниматься в этот период детьми, их нужно поберечь. И вот масса-масса вопросов, поэтому мы с семьей решаем, я не знаю. Вы многие мне посоветовали оставлять Сашу дома, так как у нас он был здесь с бабушкой, бабушка живет с нами, поэтому мы все как бы были в одной лодке, варились в одной кастрюле, если можно так выразиться. И, в принципе, никто не знает, есть ли у тебя этот вирус, или на самом деле его нет. Вообще, о вирусе я решила не разговаривать на моем канале. Контент моего канала – это эстетика повседневной жизни, это ретро и винтаж, Париж, это то, как сделать мир лучше. Я думаю, что контент о коронавирусе был у меня в начале, потому что, честно я вам скажу, я призналась, что в начале это был небольшой шок. Но сегодня я его пережила, и я настраиваю себя, что просто-напросто нужно жить, вот именно жить с этим вирусом. Нужно существовать рядом с ним, нужно понимать, что он никуда, скорее всего, не денется, а если денется, то в различные сезоны он просто-напросто будет возникать, и нам всем придется приспосабливаться. Сделают ли вакцину? Скорее всего, вакцина выйдет. Будет ли она обязательной? Я думаю, так, что она будет обязательной для определенного слоя населения, те, которые путешествуют, они должны будут предоставить документ, что это вакцина у них. Вот как едем в какие-то теплые, не знаю, африканские страны, нам делают определенные вакцины, так и здесь. Ну, будет ли она не обязательной, как вакцина от гриппа? Мы, например, вставили вакцину против гриппа, и многие против, многие за, то есть у всех вот это отношение совершенно разное. И что я хочу сказать, что вот к вакцинам опасны они или нет, кто-то говорит, что это опасно, я уже не буду сегодня разглагольствовать и писать, так сказать, историю, писать книгу этого вируса и делать все догадки, что нас специально будут заставлять делать эту вакцину, что это так ужасно, что нас всех будут, нам ставить чипы. В общем, сейчас масса этого на ютюбе. Если кому-то хочется немножко драйва, кому-то хочется заморочиться, так сказать, то вы можете все это слушать и смотреть. Я понимаю одно, что ситуация, она достаточно сложная, что мир уже никогда не будет вот таким, как он был. Конечно, выход из карантина, это все будет постепенно, это будет очень сложно, и нужно будет научиться жить, жить без, наверное, боязни, хотя страх – это неизвестность. А этот вирус, как вы сами понимаете, он неизвестный, да, то есть мы не можем сказать, как он проявит себя, встретившись с нашим организмом. Вот что самое страшное, какие осложнения он может дать на наш организм. И говорят, что детки будут питаться в школе, то есть не в столовой, а те, кто остаются в столовой, просто будут ставиться в школе столы, я слышала. И это тоже под вопросом, на каком расстоянии нужно поставить столы в классе приблизительно 30 человек, на метр 30 человек, 30 столов, потому что они не могут сидеть вместе. Но вы сами понимаете, какие-то сложности, какая это должна быть гигиена, как это все нужно просто-напросто устроить. Вот. Но с 11 числа у нас откроются, то есть ты можешь выходить, я так поняла, возможно, ты можешь выходить без этой бумаги, ты можешь находиться, я не знаю, на каком расстоянии от дома, честно скажу, все это нам скажут, так же, как и придет письмо, потому что, в принципе, если я правильно поняла, ты должен выбирать сам, поведешь ты ребенка или нет, но ты должен предупредить школу, как он будет обучаться на дистанционке, извините, рука устает, не взяла штатив, на дистанционке, или дома, то есть дома на дистанционке, или вы поведете его в школу. Ты должен предупредить, написать письмо, наверное, подписать все и так далее. Как я себя чувствую? Поначалу у меня была, девчонки, небольшая паника. Я боялась, наверное, и буду бояться. Буду, конечно же, осторожна, и будем одевать перчатки, и будем одевать маски. Ну, я думаю, что мир очень быстро привыкнет к этой новой действительности, жить по-новому. Я очень надеюсь, очень надеюсь, что не будет вот этой ужасной второй волны, которую обещают, которая будет еще хуже первой, что заболеет очень много людей, и так далее, и так далее. Будем надеяться, что этого не произойдет, что будет, возможно, какое-то лекарство найдут. Вот все-таки вот в каждый момент, тяжелый момент, начинается вот это изучение. И тем благоприятен этот момент, как бы он не был ужасным, что все великие открытия делаются именно вот в этот сложный момент. Но я думаю, что мы все, даже те, которые говорят, что нам хорошо дома, мы подустали. Подустали. Подустали, потому что человек, он любит в большей или меньшей степени. Ему нужен выход. Ему нужно быть в обществе. Сколько кому здесь все по-разному. Ему хочется выйти, ему хочется поехать, ему нужно путешествовать. С путешествиями все будет намного сложнее. Скорее всего, в этом году, я говорю о нашей семье, мы не поедем в Италию, на Лазурный берег. Мы зарезервировали там, но тоже под вопросом, если там будут делить пляж и ставить какие-то кабинки из пластика, я не знаю, из чего, или по часам только ходить на пляж. Не знаю, в принципе, это очень печально. И в такие условия отдыхать, это, наверное, не назовешь отдыхом. Я представляю старый город в Каннах, я представляю, сколько там народу всегда, магазинчики. Если в каждый магазин нужно будет заходить по, не знаю, по расписанию или ждать 2-3 часа, я думаю, что такой отдых он никому не нужен. Мы останемся в нашем регионе. Они говорят, что по региону мы можем передвигаться, здесь есть замки, есть сады у замков, рядом с замками, где, в принципе, очень большая площадь, и ты можешь не встречаться с людьми, просто видеть издалека, посещать эти все замки. Я думаю, что каждый приспособится, не будет просто, но жить можно. Так что вот такие от нас новости. Если у вас есть какие-то вопросы, я обязательно отвечу, задавайте. И спасибо всем за поддержку, спасибо, что поддерживаете мой инстаграм, мое сообщество, и вообще находитесь здесь. Я вас всех целую, обнимаю, пошла готовить обед. До новых встреч, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!